Вы смотрите Кунсткамеру. Это пятерка самых забавных видеоклипов за неделю. Прага. Зоопарк. Слоны. Слон выпивает в день 120 литров воды и съедает 200 кило биомассы. На выходе получаем 160 кг навоза. И вот директор придумал продавать его в расфасовке. Ну как мороженое. По 3 евро за ведерко. От слоновьего навоза груша получается. Во! Выручка идет на корм. Из корма получаем навоз, круговорот, бизнес-план. Директора зовут Мирослав. Фамилия Бобик. Что по-чешски значит навоз. Еще один зоопарк в Сан-Диего. Маленький мальчик бегает вдоль аквариума с выдрами. А игривая маленькая выдра плавает за ним. Игра в догонялки. Сюжет не хитрый, но его посмотрело уже полтора миллиона. Опытные актеры знают. Не снимайся в фильме с детьми или животными. А тут и то, и другое сразу. Успех обеспечен. Первые садовые гномики появились в немецкой земле Тюриния в начале 19 века. В 1847 году их завезли в Великобританию. И смотрите, что теперь из этого вышло. И не поймешь. Гномики то ли сад охраняют, то ли сами в нем в неволе. Говорят, появился народный фронт, который борется за их свободу. Садовых гномиков похищают и оставляют где-нибудь в лесу или в поле. Народный фронт шуточный, но крадут по-настоящему. Литва. Национальный мужской день. Организованы местные радиостанции. И вот 20 отборных мужчин участвуют в заплыве с надувными блондинками. Куклы путаются в ногах, мешают. Для плавания явно не приспособлены. Мне кажется, их делали для чего-то совсем другого. Господа, вы хоть инструкцию-то читайте? А вот Латвия пошла по другому пути. Блондинки там настоящие. И не заплыв аппарат. И не 20, а 100. И деньги не просят, а собирают на благотворительность. Кругом туристы из Италии, Германии, Болгарии. Один даже из Новой Зеландии приехал. Что делать? Говорит. Люблю блондинок. И теребит при этом свою русую косу. Вы смотрели Кунсткамера. Это пятерка самых забавных видеоклипов за неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова